Всем здравствуйте! Вы на канале Банковский. Давайте с вами разберемся, сколько же можно вернуть с покупки квартиры в ипотеку, то есть какая есть максимальная сумма. Да, конечно, было бы хорошо, если бы каждый раз там покупая и оформляя ипотеку, с каждой ипотеки можно было делать возврат денежных средств. Но, к сожалению, так нельзя. На каждую покупку, даже скорее всего, наверное, правильно скажу, на каждую сумму есть какие-то ограничения. И в данном случае даже это так и есть. То есть есть ограничения, их делят на две категории. Первая категория – это просто покупка недвижимости, а вторая категория – это покупка недвижимости в ипотеку. То есть если вы покупаете в ипотеку, то максимальную сумму, которую вы можете вернуть, это с 3 миллионов рублей. Ну, то есть как бы с 3 миллионов рублей 13% это выходит где-то 390 тысяч рублей. То есть эта сумма как раз-таки идет не от суммы покупки жилья, а именно от процентов, которые вы потратили на ипотеку. То есть за весь период ипотечного кредитования. То есть максимальная сумма – это 390 тысяч рублей. И максимальная сумма денежных средств с самой покупки жилья – это 260 тысяч рублей. И получается, что вы можете вернуть до 260 тысяч рублей с покупки самой недвижимости и еще до 390 тысяч рублей с процентов по ипотеке. То есть эти суммы, получается, по факту разные, но вы их получаете плюсом. То есть максимальный размер вычета, получается, ваша вода по ипотечному кредитованию – это 650 тысяч рублей. Как бы можно сказать, не такая уж и большая сумма. Кто-то тратит миллионы на покупку жилья, но все же, какая-никакая, эта сумма присутствует и ее можно получать. То есть если есть возможность производить какой-то возврат, почему бы его и не производить. Поэтому 650 тысяч рублей – это максимальное, что вы можете получить при оформлении ипотеки по возврату денежных средств. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала «Банковский». И если оно вам было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok